Уважаемый Рустам Нургалевич, уважаемые участники, дамы и господа, прежде всего, позвольте тепло приветствовать всех собравшихся и выразить слова благодарности Раису Республики Татарстан, уважаемому Рустаму Нургалевичу Мениханову за приглашение принять участие и выступить на этом важном форуме. Пользуясь предоставленной возможностью, хотел бы отметить огромную роль Рустама Нургалевича в укреплении братских отношений между Туркместаном и Республикой Татарстан и его личные многолетние заслуги в развитии как экономических, культурных, научных, образовательных связей с нашей страной. Закономерно, что Раис Республики Татарстан пользуется огромным уважением и авторитетом у всего Туркместского народа. Мы видим его лица не просто руководителя одного из самых развитых регионов России, с которым наша страна на протяжении многих лет развивает взаимовыгодное отношение, но и верного, преданного друга, неуклонного и всестороннего прагматика братских туркменно-татарских связей, как важнейшего фактора успешного развития стратегического партнерства между Туркместаном и Российской Федерацией. Позвольте выразить вам, Хрустам Мургалевич, за эту огромную признательность. Мы, конечно, следует особо отметить, выдающийся вклад Раиса Татарстана в укрепление связи России с исламским миром, сновидение мостов, взаимопонимание сотрудничества и сопряжение долгостоящих интересов и целей. Во многом, благодаря работе Рустама Миниханова, его умению, как и политикой, дипломата, выстраивать уважительное, доверительное, открытое отношение с руководителями многих государств, мы, конечно, видим значительные успехи в этом направлении. И одним из результатов является и произведение нынешнего форума, широкий представительный состав его участников. Уважаемые друзья, рассевидно, что сегодня отношение России с исламским миром находится на подъеме. Они приобретают динамику и последовательность, охватывают и новые сферы, имеют все более четкие ориентиры и растущий потенциал. Считаю, что это закономерный, объективный процесс. В основе его лежит глубокий исторический контекст, многовековой опыт как географического соседства, взаимокультурного и духовного проникновения и обогащения, то есть схожие понимания подлинных ценностей, нравственных установок, присутствующих народам России и исламских государств. На протяжении столетий России и мусульманские страны создавали цивилизационный пояс, соединяющий Восток и Запад от Тихого океана до Атлантики и формировались уникальные формы взаимоотношений, которые в основе своей строились на взаимном уважении, толерантности, признании интересов друг друга. Этот исторический опыт в нынешних условиях вновь приобретает особую значимость и необходимость. В данном контексте Россия и исламские страны дают пример того, как можно и нужно строить отношения между государствами и народами. Уважительно, равноправно, уникая и понимая потребности и нужды партнёра, не прибегая к давлению, угрозам или же использованию сиюминутных выгод. Конечно, убеждён, именно что вот в этом наша сила, преимущество и перспектива. Также очевидно, что такой подход прогретает всё больше сторонников в мире. Вместе с тем, помимо упомянутых принципов, считаю, что Россия и исламский мир призваны показать образцы как эффективных и привлекательных экономических и технологических моделей сотрудничества, приверженность традиционным ценностям, миру и социальной справедливости, которые служат для нас нравственным стержнем и опорой, должны сочетаться с приобщением к современным тенденциям, инновационным внедрением в экономику и повседневную жизнь. И здесь я убеждён, есть огромное поле для совместной деятельности. Мощный технологический, научный, образовательный потенциал России в совокупности с такими неоспоримыми преимуществами многих государств исламского мира, как развитая инфраструктура, это наличие обширных природных ресурсов, молодого и мобильного населения, других факторов роста, то есть создают условия для масштабных совместных проектов, выстраивания устойчивых линий, как промышленного, энергетического, транспортного сотрудничества, научных и образовательных обменов, объединяя интеллектуальных сил и передовых прорывных решений. В целом убеждён, что будучи открытыми к сотрудничеству для всего мира, Россия и исламские страны, объединив здесь свои огромные возможности, способны самым, причём серьёзным образом и позитивным ключом влиять на глобальные тенденции в политике, экономике, в нравственном и психологическом плане, то есть демонстрируя, что добрая воля, миролюбие, уважение и стремление к прогрессу не ущерб самобытности, национальному достоинству, историческому опыту должны оставаться краеугольным камнем в отношениях между государствами и народами. Дорогие друзья, альтернативы здесь нет. Туркместан, как ответственный член мирового сообщества и часть исламского мира, видит своей целью содействие к такому подходу, предлагая конкретные шаги и действия. На 78-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций президент Туркместана выступил с инициативой разработки стратегии глобальной безопасности органичной части, которая стала бы использованием потенциала нейтралитет и превентивной дипломатии. Ещё одним важным событием стало единогласное при соавторстве в 86-ти государств-членов ООН принесли 21 марта 2024 года Генеральной Ассамблеи, предложенной Туркместаном, резолюцию объявления 2025 года, как Международного года, мира и доверия. Это тоже очень большое для нас значимое событие. И я бы хотел в пользу случаям выразить, конечно, признаться всем странам, особенно государственным членам, многие представители, которых участвуют в нынешнем форуме в Казани, за понимание и активное участие в подготовке и одобрении этого важного документа. Считаю, что в деле продвижения мира и доверия исламские страны могут сыграть значимую роль. Их голос должен твёрдо и авторитетно прозвучать с ясным призем сделать максимум для эскалации обстановки в мире. Переводу конфликтов в переговорное русло. Создать условия для уважительного диалога, утверждения в международных делах, а не только культуры общения, но и культуры консервиса. Предлагаю вот на этом форуме рассмотреть возможность разработки исламской инициативы военного мира, взаимопонимания и доверия. Видим её как согласованный комплекс подходов и предложений. Своебразную дорожную карту на основе постулатов ислама, как религии, мира, добра и справедливости, и обращённой к народам планеты. Считаю целесообразным обсудить это предложение с организацией исламского сотрудничества и другими заинтересованными международными структурами, вместе поработать над текстом и выдавать его на одну из следующей Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций в качестве официального документа. Уважаемые участники, ну, важный момент. Исламская инициатива должна быть открыта для присоединения к ней всех государств. Уверен, что в таком виде она найдёт отклик у всех здоровых и ответственных сторон мирового сообщества, не только у политиков, ну и у простых людей, даст чёткий, бочный сигнал. Исламская умма не стоит в стороне, а консолидирование при поддержке других государств и народов активно и конструктивно намеренно влиять на положение дела в мире, содействовать настижению согласия и компромиссов. Уважаемые участники, дорогие друзья, Ислам – это одна из тех прочных и устойчивых духовных скреб, которые в Икаре связывают многонациональный народ России и народы мусульманских государств. Усочайшая культура, нравственная сила, глубокая духовность, отражённые в бессмертных творениях поэтов, философов, мыслителей, посвятителей России и исламских стран. Это наше общее достояние. И мы не отделяем себя от великой русской культуры, литературы, музыки, кинематографа. Мы знаем, что они питались в том числе из источника мудрости, знаний, мировоззрения, ислам. И поэтому, конечно же, они принадлежат в равной степени и России, и мусульманским странам. Дорогие друзья, в нынешнем году в Туркместане за его пределами широко отмечается трёхсотлетие со дня рождения великого классика туркменской литературы, то есть выдающего мыслителя Востока, Махтумпулей, Афрагии. В России, в частности, в Москве, в республике Татарстан, в Санкт-Петербурге, Астраханского власти и во многих странах исламского мира проходят мероприятия, посвящённые этому юбилею. Хочу выразить за это огромную благодать всем нашим друзьям. Туркместане высоко ценят такую поддержку и осматривают её не просто как дань памяти нашему национальному гению, но и как знак уважения туркменскому народу, готовность крепить культурные и духовные связи Туркместану. И вот в этой связи, считаю, нужно высказать ещё одну важную, на мой взгляд, мысль. Хотелось бы, чтобы юбилей Махтукли не закончился вместе с самими торжествами. Уважаемые участники, пусть он станет отправной точкой для формирования нового этапа культурного, гуманитарного, духовного, научного сотрудничества между Туркместаном и Россией и странами исламского мира. Водышевит наших литераторов, издателей, учёных, исследователей на новые совместные проекты по широкому кругу историко-литературных, философских тем. Помогает и совместному творчеству молодых дарований, выработке тематических программ по линии учебных заведений. Это вклад в будущее, который обеспечит нашим странам одну из важнейших стратегических перспектив сотрудничества, прогресса, взаимопонимания и симпатии, ещё более упрочить общность благородных помыслов и устремлений как России и исламского мира. Я благодарю за внимание и желаю всем участникам заседания крепкого здоровья, успехов их ответственной деятельности и пользуясь случаем, также передаю братскому народу Татарстана и военной советской армии. Продолжение следует...